Величественные горы, ледники, кристально чистые озера, прекрасные альпийские луга. Лучшие в мире часы и шоколад. Отличная кухня. Неизменный нейтралитет и тщательно хранимая тайно-банковских вкладов. Это символы Швейцарии, страны, говорящей на четырех языках, удивительно своеобразной, но расположенной в самом центре Европы. Перед нами италоязычный кантон Тиссин или Тичино. С южной стороны значительно светлее и теплее, утреннее солнце быстро справляется с инием. Перед нами сказочный край. Пальмы, склонившиеся над лазурными озерами, на фоне величественных гор. Даже названия звучат притягательно Лага Маджоре, Лага Лугана, Ла Турита. Неудивительно, что цены на недвижимость достигают здесь головокружительных высот. Ворота на юге охраняют замки в Белинцоне, столице кантона. Из Ла Туриты, города башен, как говорят о нем местные жители, легко добраться до известных озер. Лугана, Маджоре и Кома. Перед вами, дорогие друзья, потрясающий вид с террасы отеля «Калибри», где так любили останавливаться русский художник Александр Меншиков и писатель Евгений Смушков. На берегу расположен экономический центр Тичино, городок Лугана. Прибрежная аллея искушает приезжих многочисленными кафе с видом на озеро. Настоящая итальянская атмосфера. Дольче Вита. Процветание городов, расположенных вокруг Лугана, началось в конце XIX века, после открытия маршрута Готхарда. Вокруг пьяца Делл-Реформа было построено в те времена много представительных домов. Самое выгодное местоположение у бывшей рыбацкой деревни Маркоте. Да, дорогой Санечка, это то самое место, где когда-нибудь обязательно разместится твоя художественная мастерская. Ну, а где-нибудь рядом мой скромный писательский кабинетик, где так приятно будет иногда выпивать и беседовать о творчестве. Ну, например, где-нибудь здесь. Прибрежная аллея изобилует кафе и ресторанами. Над ней высится собор Мария Дель Сассо. За первым рядом домов мы поднимаемся по крутой лестнице к местному кладбищу. Это место последнего пристанища таких знаменитостей, как композитор Огейн Дальберг, драматург Георг Кайзер и актер Александр Моисси. С кладбищенского холма видна Монте-Дженеросо, гора на швейцарско-итальянской границе. Крыши Маркоте. Узнаешь? Так и просятся на холст. Ну, а дорога внизу просто уговаривает сесть на велосипед. Отдых в парка Шерер. Буйная средиземноморская растительность служит фоном для скульптур, чайных домиков в восточном стиле и фонтанов. Святы камелии, предвестники весны и символ солнечного кантона. Локарно. Это самый высоко расположенный город Швейцарии. Он стоит на озере Лага Маджоре, основная часть которого находится на территории Италии. Во времена Средневековья город принадлежал миланскому роду Висконти. Усилиями членов знатной семьи скромный замок XII века был превращен в крепость, которую невозможно покорить. Быть может, так полагают некоторые исследователи, план перестройки принадлежит самому Леонардо да Винчи. Сегодня в замке находится исторический музей. Паломническую церковь Мадонна дель Сассо видно издали. Построена она в 1480 году на поросшем лесом холме после явления Богородицы. Современный вид церковь приобрела после переделок в XVII и XIX веках. Мастера из Тичина превратили церковь в архитектурную жемчужину. Мастера из Тичина превратили церковь в архитектурную жемчужину. С боковой галереей под аркадами в стиле рококо открывается прекрасный вид на Лага Маджоре. Неподалеку от Лугана, тоже на берегу озера, расположен тихий городок Аскона. Прекрасные пейзажи и средиземноморский климат притягивают сюда сотни туристов. Весьма популярен у них бульвар вдоль берега озера. На Пьяцца Мотта множество кафе под открытым небом. В них не жалуются на недостаток клиентов. Сезон продолжается здесь рекордно долго. В Асконе около 200 солнечных дней в году. Особой симпатии Аскона всегда пользовалась у немцев. Она была для них символом страны, где цветут апельсины, кусочком солнечной Италии, где можно общаться по-немецки. Еще одна сказочная горная декорация – Валли Верзаско, долина зеленой воды, которая, как мы видим, временами становится голубой. Когда волны пенятся между гладкими гранитными скалами, вода становится даже белой. Домики в Кориппо смотрятся на отвесном склоне, как гнезда ласточек. Деревенская церковь Санта-Мария-дель-Кармино была отреставрирована усилиями жителей, главным образом тех, кто уехал отсюда много лет назад. Некогда поселение славилось льняным ткачеством, а в настоящее время здесь музей под открытым небом. При 17 жителях деревня является самым маленьким поселением Швейцарии. Все новые дома, которые появляются в окрестностях, соответствуют суровым строительным правилам. Летние резиденции могут быть современными и шикарными внутри, но их внешний вид должен быть выдержан в духе традиций. Надзор осуществляет специальная организация. Еще одно творение матери природы. Вода, сходящая с гор, точила этот гранитный каньон на протяжении нескольких десятков тысяч лет. Берега Верзаски соединяет мост Понте-де-Салти, который во многих туристических путеводителях ошибочно приписывается римлянам. На самом деле он построен лишь в Средневековье. Шум горной реки завершает наше удивительное путешествие. Мы прощаемся с одной из красивейших стран мира, расположенной в самом сердце европейского континента. А если где-нибудь в Швейцарии вы встретите этого замечательного человека, не забудьте сказать ему спасибо за знакомство с этой чудесной страной. Субтитры создавал DimaTorzok